Привет, друзья! Сегодня экскурсия в Ебеня, причем находящаяся в самом центре. Очень интересная, историческая, уникальная, овеянная флером городских легенд и тайн. Есть там и мистика, и привидения. Все это крайне интересно. А двигаться будем центром города. Расскажу вам невероятные факты. И покажу интересные места прошлых лет Одессы. Так что присоединяйтесь с вами, Верещагина. Вы не забывайте реагировать. А это, друзья мои, остатки смелой, инноваторской новогодней световой инсталляции. Проход через который из алюминиевых конструкций вы видели в начале нашей экскурсии. Ну и за денежку это пытались продать жителям и гостям нашего города. И, как говорил один известный киногерой, народу нравится. Направляемся улицей Лонжероновской к очень мрачному и историческому месту, овеянному, леденящими кровь легендами. Причем в большинстве своем легенды эти городские знакомы многим поколениям. Передаются по наследству. Направляемся туда мы улицей Лонжероновской, которая расположена в центральной части Одессы. От Гаванной улицы, район городского сада, в котором, собственно, непосредственно мы сейчас и находимся, до Лонжероновского спуска и пролегают параллельно Дерибасовской и Греческой улицам. А мы пересекаем улицу Гаванную, когда-то Халтурино, примерно под этим местом и находится засыпанный деревянный мост, по официальной версии. Улица Лонжероновская проложена в Портняжье-Слободке. Первое название Портняжья. Современное название получила в честь одесского градоначальника с 1815 по 1820 год, занимающего этот пост, Луи де Лонжерона, названа в 1817 году. Еще при его жизни, по неровности местного рельефа, на пересечении с улицей Военная Балка, был построен мост, вот именно на этом самом месте. И впоследствии территория была выровнена, мост был засыпан. И считается, что на этой улице 22 августа 1794 года было заложено самое первое здание в городе – дом генерал-поручика, князя Волконского. Дом не сохранился. Ну, это в новейшей истории, уже после греков, которые были перед турками, тут же были и внутосты, все это было гавани, поэтому, ну, условно говоря, давайте не отвлекаться от официальной версии. Все эти ститы, которым повезло родиться в эпоху исторического материализма, помнят эту улицу как улицу Ласточкина. Это название улица носила с 1922 по 1991 годы, а сам Ласточкин был профессиональным революционером. Интересно, конечно, за чей счет кормились профессиональные революционеры, но вопрос этот скрыт туманом истории. И подходим мы к значительнейшему, во многом основополагающему в Одесской, да и в мировой культуре, месту. Почему? Именно здесь находилось кафе «Фанкони», где собирались пикейные жилеты. И вы, наверное, помните вот эти, ставшие на многие годы крылатыми праздниками. Читали про конференцию по разоружению? Обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету. Выступление графа Бернсторфа. О, Бернсторф, это голова, отвечал. Прошенный жилет таким тоном, будто убедился в этом, на основе долголетнего знакомства с графом. А вы читали, какую речь произнес Сноуден на собрании избирателей в Берненгеме, этой цитадели консерваторов? Ну, о чем вы говорите, Сноуден, это голова. Слушайте, Валядис, обращался он к третьему старику в Панаме. Что вы скажете насчет Сноудена? Я скажу вам откровенно, отвечала Панама, Сноуден, но пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы. Так вот, это то самое кафе в Панконе, приютившее компанию тогдашних, я бы сказал, политтехнологов. Мало кто из нас не увлекался произведениями этих великих сатириков 20 века. Это фразы, из романов которых стали бессмертными. И величайшая из них, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Ее, думаю, знают каждый. Так вот, Илья Ильф, настоящее имя, Ехил Лейб Бен Арьевич Файнзельберг, родился в 1897, а скончался в 1937. И Евгений Петров, настоящее имя, Евгений Петрович Катаев, родился в 1902, а скончался, точнее погиб во время авиакатастрофы в 1942. Оба уроженцы города Одессы. И авторы совместно написали какое-то количество романов, самыми значительными из которых стали «12 стульев» 1928 года и «Золотой теленок» 1931 года. Оба прожили по 39 лет. Честь им и хвала, и вечная память. Ну и, друзья, мы прошли доходный дом госпожи Скоржинской, кафе «Робина» во времена исторические. И вначале здание принадлежало купцу Попудову, а затем в 1906 году перестроено в доходный дом Скоржинской. Памятник истории и архитектуры находится в Одессе на пересечении улиц Екатерининской 12 и Лонжероновская 24. А находилось там знаменитейшее кафе «Робина», а затем уже во времена советские, Булонский лес, грузинский лувр, ресторан «Волна» и во время немецко-фашистско-румынской оккупации на улице Гитлера, так тогда называлась улица Екатерининская, тут был ресторан «Румания». Затем снова ресторан «Волна», но, конечно, уже на улице Карла Маркса, угол Ласточкина, снова ресторан «Волна». А в 1958 году ресторан «Украина». Со сменой названия поменялась у них форма музыкантов, они стали выступать в вышиванках, в меню появились блюда национальной кухни, и так ресторан успешно просуществовал до 80-х, ну а затем владельцев поменялось уже, наверное, с десяток. Капитализм, место хорошее, проходное, и сейчас это место существует в ипостасе кафе «Чернослив». И впереди, друзья мои, в доме Новоротского находилось в былые времена место, которое старались избегать мужчины, и куда стремились все незамужние девушки Советского Союза. Кстати, сейчас это место находится рядом, ну, во всяком случае, ЗАГС, Центрального района, самый сейчас шикарный, фешенебельный, а когда-то обычный советский, с унылой теткой, регистрирующий акты гражданского состояния, в меру пыльное заведение с унылым оркестриком, все это находилось на первом этаже дома Новоротского. И что особо интересно, построено здание на месте лавок купца Карла Меля, тогда обходившего в торговые ряды полирояль, и этого купца нагрела на крупную сумму мадам Блюштейн, она же легендарная Сонька Золотая Ручка. Однако, этот пренеприятный инцидент обернулся рекламой для Меля, и дела его после ограбления, наоборот, пошли в гору. В этом доме с 1897 года размещалась редакция газеты «Одесский листок», и руководил этим издательством хозяин Василий Васильевич Новоротский, он был очень уважаем во всем городе, и интересен еще и тем, что в 1891 году в Одессу привез первый автомобиль, ну, точнее, самодвижущуюся мото-коляску, примерно вот так вот выгляделшую. Это очень вкратце, друзья мои. Дальше на этой улице расположен знаменитейший оперный театр. Так вот, первый театр на театральной площади, то есть здесь, был построен в 1809 году, и автором проекта был французский архитектор Тома де Томон. Также ряд зданий в Петербурге построены по его проекту. 10 февраля 1810 года состоялось торжественное открытие этого театра. Здание располагалось несколько выше современного театра, ближе к скверу Полирояль, и воспринималось как памятник молодому городу. Театр вмещал 800 зрителей, и еще 700 зрителей наблюдали за постановками, стоя в портере. А в ночь на 2 января 1873 года театр полностью сгорел из-за возгорания газового рожка, освещавшего часы в ночное время. Вот такая вот история. Театр очень странно сгорел. Это видно по тем рисункам и фото. Несколько иначе обычно выглядят последствия пожара. Есть, как правило, сажа, обгревшая штукатурка, упавшая внутрь балки, и прочие неизменные спутники пожара. А тут ничего из этого не наблюдается, как видите. Создать проект нового городского театра было предложено венским архитектором Фердинанду Фельнеру и Герману Гельмеру, по проектам которых были построены театры во многих городах. Австро-Венгрии, Вене, Зальфовке, Загребе проект был готов к 1882 году. И открылся новый театр 1 октября 1887 года. А в марте 1925 года возник пожар, в результате которого полностью сгорела сцена и пострадал зал. В сжатые сроки театр был восстановлен, но уже через год возобновил спектакли. Сцена получила новое техническое оборудование, были восстановлены два железобетонных занавеса, отсекающие при необходимости сцену от зрительного зала и служебных помещений. Во время Великой Отечественной фашисты планировали взорвать здание театра, но при отступлении, к счастью, этого не произошло. Вот такая вот краткая история театра оперы и балета Одесского. Ну, а в расширенном выпуске по этому поводу как-нибудь расскажу более подробно, покажу. Очень большая там, говорят, есть подземная часть, свыше восьми этажей вниз, как говорят люди, которые там бывали. Очень интересное здание, друзья мои. И продолжаем направляться к, собственно, цели нашей сегодняшней экскурсии, к мистической, к овеянной легендами и имеющей помимо мрачных развалин еще и очень страшные рассказы о потустороннем мире. Еще одно знаковое здание по дороге к объекту, который я так хочу вам показать, который связан с мистикой и страшными историями. Это английский клуб, затем в советское время музей торгового флота Украины. К сожалению, музей не выжил. В 90-е это здание сгорело. Затем оно еще раз сгорело во время ремонта. Это улица Лонжероновская, 6. Здание построено по проекту Торичели. Музей, затем перестроено архитектором в Прополе. Построено в 1842 году. И представляет сейчас из себя только корпус, каркас, к сожалению. Музей вывезен в количестве 70 тысяч объектов, находятся сейчас в помещении музея морского порта имени Деволана. Такая вот грустная история, боль, я бы сказал, Одессы и одесситов. Вот некоторые экспонаты, которые спотографированы в еще когда-то работающем музее. Кстати, тоже мне удалось там в детстве побывать. Безумно интересно. Впечатления просто на тот момент были феерические. Вот так это здание выглядело на гравюре 19 века. Как видите, с оригиналом вообще не совпадает. Возможно, рисунок делался по памяти. Вот локация сверху. Так это все эпично выглядит. Издалека виден порт. Собственно, спуск лонжероновский. Все здание в плане... Так вот, здесь, на театральной площади, в Подоле, в которой мы сейчас находимся, рядом с великолепным оперным театром, который мы тоже тщательно рассмотрели, место было довольно злачным. Пресса того времени ужасалась количеством дам легкого поведения, прогуливающихся здесь. И да, по мнению той же желтой прессы, впереди, а точнее внизу улицы Лонжероновской, вот именно в местах, к которым мы сейчас направляемся, находился квартал красных фонарей, борделей и ночлежек. До эпохи исторического материализма, разумеется, советская власть это зло вывела под корень, ну, то есть загнала под плинтус. И там мы доберемся до крайне интересных и радующих эстетикой, мрака и тлена и беней, в самом центре Одессы, где вроде, казалось бы, каждый метр продан и куплен, а затем снова продан, но уже дороже. Но нет, оказывается, есть и тут затерянные миры, как раз на задворках Приморского бульвара. И сейчас туда не стоит даже и пытаться зайти, но видео заготовлено заранее, в довоенное время. И сейчас во времена неспокойные и страшные, хотя такие времена случаются периодически в нашем несовершенном мире. Поэтому релакса вам, друзья, и приятного просмотра. Вот именно здесь, в живописном уголке за литературным музеем, на Лонжероновском спуске, когда-то описываемом как место красных фонарей, портовых борделей, ночлежек и еще всякого такого, без чего не обходится изнанка жизни, коим это место было. Как и во времена не столь далекие, сто с лишним лет назад этот променад был криминальным. Девочки и прочие удовольствия здесь манили граждан, ищущих приключений на пятую точку. Так и сейчас вернулись ненадолго те времена в 90-е. И совсем до недавнего времени здесь бурлила ночная жизнь. Строили девочек в шеренгу для випов и мажоров. Нескончаемо до утра везли таксисты-ценители продажной любви, сопутствующих товаров, которые в старину назывались марафетом, и в далекие от нас времена также сопровождали темную сторону жизни в количествах скорее промышленных, чем экзотических. Проверочное выражение «навести марафет» прочно укрепилось в бытовом лексиконе и применяется дамами широко и повсеместно. Для этого этот самый марафет должен быть доступен и проникать в широкие массы обывателей. Иначе не родился бы этот понятный теперь прагеологизм «навести марафет», имевший иное значение, чем сейчас. И вот иллюстрация, думаю, предельно понятная. «Родители есть? Родители есть? Давно шатаешь? Что ты молчишь? Чего же ты хочешь? Марафет, водки и девочки». Так вот, здесь в квартале красных панарей ночлежек и, главное, прохода к порту в этом месте чуть пониже совершенно респектабельной улицы с дворцами и театром есть сторона темная и мрачная. От таможенной площади это ночлежные дома, бордели, питейные заведения и товары сопутствующие. А для товаров этих нужны сплоды, а самое главное – рынок сбыта для запретных товаров. Такое место просто идеально. Моряки, проститутки, горожане, ищущие приключений на пятую точку. И таки часто их здесь себе находящие. А вот эти самые отличные руины, когда-то бывшие с хладом, возможно, именно эти руины, о которых я хотел вам рассказать, примыкающие к дворцу Гагаринах. И есть мнение, к сожалению, документально не подтвержденное, так как архивы, многочисленные революционные события начала 20 века в Одессе не пощадили, а в связи с бардаком, поджогами и выселениями тогда исчезло очень много документов, времена наступали новые и до бумажек дела никому особо не было. Вот он на фото и видео. И там сейчас возводят то ли казино с клубным домом, с шикарным видом на море. И как раз удалось снять это здание древнее сверху перед его уничтожением. Кстати, бембежку в период Великой Отечественной войны Пагауз успешно пережил. А сейчас тут планируют возвести клубный жилой дом шести этажей. Сдача планировалась в 2023 году, но тогда не учитывалась война, поэтому строительство сильно приостановилось. Сейчас туда вообще не подобраться в связи с военной обстановкой. Спуск временно перекрыт для посещения. Некоторые, кстати, знатоком архитектурной истории города утверждали, что это мечеть. Более того, в некоторых источниках есть сведения, что мечеть возведена в 1870 году азербайджанским архитектором Кирбали-Сефи-Ханом Карбаги. Мечеть караимская, татарская. Также рядом была гостиница для мусульманских паломников, транзитно останавливавшихся в Одессе, скажем, во время хаджа, рядом с которой они несколько раз в день совершали намаз. Есть сведения о таком. И по версии неофициальной, но очень логичной, именно здесь, на месте будущей Лонжероновской улицы, располагался поселок при турецкой крепости Гаджибей. Хотя и турки, как вы понимаете, здесь гости не первые. Они, я думаю, впервые заметили роскошную бухту для удобной стоянки кораблей и перевозки грузов по морю. Хотя официальные историки утверждают, что после греков это место пустовало. Хотя в греческие времена здесь была колония, и колония, мне кажется, вряд ли чем-то отличается от города или порта, потому как и люди, они, в общем, мало друг от друга отличаются, и потребности у них те же, та же логистика нужна, те же жилища, те же дороги. Вот, собственно, ничего особо не изменилось. Но Википедия говорит так. Известное с 14 века поселение, каменный замок, стоянка для судов и порт с примитивными сооружениями, находившиеся на берегу Одесского залива, на месте современного города Одесса, и поселение было разрушено и запустело в 15 веке. По другой же гипотезе, во второй половине 17 века. И было возрождено уже при Османской империи в 18 веке. Также есть мнение, правда, ничем не подкрепленное, что это бани. Но когда появились санитарные вопросы о бесконтрольном сливе грязной воды непосредственно, куда попало, бани прикрыли, они поменяли предназначение. Но, друзья мои, бесконтрольный слив бесконтрольным сливом, а водопровод появился в Одессе в конце 19 века. Поэтому насчет бань тоже, как бы, такая идея достаточно зыбкая. Также есть версия, что это давно заброшенный древний артиллерийский склад. Ну, в связи с расположением на лестнице версия тоже очень слабая. Но наиболее, я думаю, приемлемая версия, что это все-таки складское помещение князей Гагариных. Возможно, после его пребывания в других качествах и у других владельцев, возможно, и прихватизированное ими из построек более ранних и сохранившихся от города античного или турецкого у них. Как раз тут рядом на Лонжеровском спуске дворец, ныне литературный музей. И некоторые исследователи, знающие изнанку жизни, утверждают, что именно сюда две катакомбы, обходящие не только таможню, но и многочисленные заставы, которые делали, собственно, Одессу городом очень привлекательным для торговли. Если вы слышали, это был город Порто-Франко, то есть беспошленная торговля внутри определенной беспошленной зоны, ограниченной заставами. И что сюда доставлялась кое-какая контрабанда, возможно, самая разнообразная вина, деликатесы, а может и что подороже, кто знает. Вот, кстати, фото того, что находится в верхнем слое таможенной площади, так что следите сами, какой там пирог. А, самый интересный и мистический рассказ об этом месте звучит так. Когда-то мы с друзьями случайно попали туда, залезли в подвал, а там кто-то вырыл аккуратные, глубокие прямоугольные ямы, очень похожие на могилы. Их было пять штук. А на высоте 7-8 метров виднелась в дыру комната с мебелью. Когда мы пришли туда, через несколько дней с веревками, чтобы залезть в эту комнату, не было даже и следа ни от ям, ни от этой мебели. Где только мы потом не наводили справки о том доме, так толком ничего и не узнали. А было это в 1980 году. Потом кто-то сказал, что это чуть ли не самое первое каменное здание в Одессе. И было оно тогда то ли трактиром с комнатами, то ли борделем. Вполне может быть, кстати, точно известно, что в 20-е годы 20-го века это здание взяла в аренду одесская артель официантов. И оно какое-то время успешно функционировало, как ресторан. Так что окончательно здание лишилось крыши, возможно, не так уж и давно. Скорее всего, во времена уже советские, так как ресторан там давно уже не функционировал, а в 90-е года на этом месте еще была часть крыши, покрытая аспальтом. Возможно, там была прогулочная зона литературного музея. Кстати, тут совсем неподалеку есть еще несколько покойных ресторанов. Один из них рядом с Потемкинской лестницей. Тоже когда-то его крыша была заасфальтирована и превращена в смотровую площадку. И другое, кстати, что любопытно, там же, поблизости. И они тоже закончили свой век печально. И как-нибудь расскажу вам и о них. А вы не забывайте ставить лайки и подписываться. Пишите, что вам интересно узнать о Одессе. И я постараюсь создать сюжет об этом. Чуть ниже этого здания в советское время располагался порт-клуб. Вот видите, тут на фото неоновая вывеска. Который до этого времени, кстати, тоже был ночлежным заведением и совсем немного борделем. Напротив, кстати, также находилось ночлежное заведение, историю которого украсил посещением сам Максим Горький, о чем ярко свидетельствует табличка советских времен. Он работал в порту на погрузке и разгрузке, где получал до 80 копеек в день, водил в дружбу с местными босиками, во всяком случае, по официальной версии. Вот эта ночлежка в торце этого здания. Кстати, в советское время продавали сладости, пирожные. Была небольшая кафешка, выходящая прямо на эту лестницу. Вот так от поселения турецкого Гаджибе до нынешних времен и от квартала Красных Фонарей до снова Квартала Красных Фонарей. А теперь, видите, времена изменились снова и это сейчас закрытая для посещения территория, но в связи с войной. Всем привет, дорогие друзья! Жду ваших комментариев. Не забывайте ставить лайк. До следующих встреч! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!